Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Mazda 6 2008 года выпуска 1.8 на механике Предновогоднее настроение А колодки задние у нас буквально стерлись до металла Сейчас найдем, с какой стороны они скрижат Покажу Ну вот, решили быстренько заменить Сейчас заодно сразу и покажем как это происходит Откручиваем сзади два болта направляющих Здесь головка болта на 14 Нижний у нас двигается, я его открутил, но он уже у нас высох, сейчас его почистим, смажем, а вот верхний выходить не хочет Открутился Это он так закис Это он так закручивается Вот эта вот резиночка с направляющей слезла. По идее ее надо бы новую ставить, она уже раскисла здесь немножко. Сейчас ее почистим и соберем. Здесь только кромочка начала цеплять за выработку. Здесь еще ничего цеплять не стал. Эта сторона нормальная, подшипник у нас живой. Диск еще нормально походит у нас. Берем специальную струбцину, потому что здесь надо одновременно давить и сжимать цилиндрик. Берем вот такое приспособление. И теперь, поворачивая поршень, мы его осаживаем. Здесь можно держать ключом, а можно покручивая, потом подкручивать ее. Она все равно ее осаживает. Все, поршень сидит на месте. Теперь еще один момент. Сразу его делаете, а то от этого перекашивает колодку. Сзади на колодке есть вот такой штифт направляющий. Этот штифт встает в поршень. Вот в этот. Поэтому сам поршень должен стоять параллельно. Вот так вот должен поршень стоять, иначе, когда поставите колодку, поршень вот этой стороной упирается в этот штифт, и колодку перекашивает. И тормоза неэффективные, и супер работает наперекос. Теперь берем смазку. Смазка высокотемпературная. Чуть-чуть добавляем. И мажем наши направляющие. Вверху направляющую с резинкой мы не оденем. Резинку снимаем, потому что она уже подроскисшая. И просто вставляем ее в гнездо. А потом уже, когда мы будем направляющей заталкивать, она войдет в паз. Это уже проверено, уже так делал. Мажем и направляющую. И резьбу. Вторую направляющую тоже мажем. Колодки мы будем использовать Хайкью Саншин КСП-2028. Это задние наши колодки. Вот такие вот колодочки. Про направляющие, которые я говорил, вот они они. Ставим колодки сразу на место. Теперь одеваем пыльничек сразу на скобу. И одеваем второй пыльник. Вот одели второй пыльник. Теперь можно заводить суппорт на место и одевать уже. Здесь радиаторы стоят. Твои радиаторы. А! Они распомогательные стоят. Тогда мы оставим их. Так. Она как разводящая вот эта пружинка. Видишь, внизу тоже отверстия под них. Они тоже должны быть. Но их не поставили. Кто-то упростил вариант. Поправляем пыльник. И опускаем суппорт. Дыхать. А утеки остановились. все пыльнички поправляем чтобы они на болты осели на направляющие на место и уже ставим колесо но при этом сейчас еще сразу проверим чтоб у нас работал хотя ручник мы здесь ничего не трогали все нормально все колодку заменили ставим на место колесо и аналогичным образом меняем вторую сторону